Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге Даниила, обратимся к 11 главе. Предыдущая глава содержала своеобразное такое предисловие, которое закончилось словами ангелоподобного мужа, объясняющего в видении Даниила, словами о том, что вот этот муж неким образом участвует в борьбе князей Персии и Греции. Таким образом, весь разговор соотносится с эпохой македонских завоеваний, ну и распада державы Александра Македонского дальше. С первого года Дария говорится о том, что вот этот некий муж был подпору и подкреплением царя Дария, и еще три царя будут в Персии, и последний, четвертый, потом будет самый богатый и будет действовать по своей воле. Несколько глав назад вот это самое действие по своей воле было одним из характерных признаков греховной гордыни, склонности к превознесению собственного величия. Богатый, могущественный, владычествует с великой властью, действует по своей воле. Это всегда некоторая мнимая самостоятельность для, по крайней мере, для второй половины книги Даниила. Но вот во времена этого последнего четвертого царя царство разрушится, раздробится и достанется другим. Разрушится, раздробится, достанется другим. Ну, действительно, так и произошло. И вот дальше, чаще всего не называя географических названий, а кое-где и называя, автор введения этого рассказывает, собственно, об актуальных событиях между четвертым и первым веками до Рождества Христова. Временем, когда на территории Святой Земли все время происходит соперничество двух держав. Державы Селивкидов с центром где-то в Сирии, в Антиохии, в частности, или в Дамаске. И державы Птолемеев в Египте с центром в Александрии. И как это было прежде, когда египетские фараоны конкурировали с ассирийцами, или вавилонинами, или даже персами за Святую Землю, ну, или просто на территории Святой Земли, потому что она между этими двумя политическими и военными центрами. Так теперь вот Толемеи с селивкидами, стало быть, северное царство, это вот Сирия со столицей в Антиохии, южная Египет. И вот они друг с другом борются, нападают, воюют, выставляют войско, одно, другое, разбивают эти войска, приходят новые цари, которые собирают новые войска, и все это по кругу продолжается без конца, без остановки. На самом деле, вот чрезвычайно мрачный рассказ, мрачная картина, потому что одно войско угробили, собрали следующее, оно снова гибнет, потом гибнет царь, потом опять его войско, потом следующий царь. Чего ради? Для чего это все происходит? Невозможно не задуматься, не задать себе этого вопроса. Вот они действуют, эти цари с великой властью и по своей воле. А зачем? И что еще они могут, кроме истреблять друг друга, или войска друг друга десятками тысяч? Вот, несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хорошо, замечательно. Потом наоборот. Раздражится южный царь, и большое войско ободрится, и сердце царя вознесется, не изложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. В этой бессмысленной совершенно смене воюющих держав, то одна побеждает, то другая, то одна, то другая, еще оказываются вовлеченными в этот круговорот войны люди из народа Божьего. Мятежные сынов твоего народа поднимутся, и придет царь Северный, и на славной земле поставит стан свой, она пострадает от руки его. Славная земля имеется в виду Иудея, имеется в виду Палестина. Ну вот придет царь Северный, а поскольку некоторые из мятежных сынов народа твоего восстали, то она пострадает от руки этого царя. И на место его восстанет некий, который пошлет сборника податей пройти по царству славы, по всей той же Иудеи. «Никого не называю по имени», рассказывается о событиях, происходящих на протяжении одного-двух столетий. Попробуйте представить себе, скажем, за пару последних столетий, историю, скажем, нашей страны. Мы более-менее отчетливо представляем ее себе, многое знаем, многие события еще помнятся. Ну вот примерно так рассказывают, а потом вот этот царь, а потом произошло вот то, такое-такое-такое-такое событие, как буквально в учебнике истории что-то умалчивается, что-то отступает на второй план. Но для читателя важно, что Бог это все видит. Это же все заранее рассказывается Даниилу, хотя степень подробности, степень подробности, ну, многих толкователей, даже, может быть, большинство исследователей, приводит к мысли, что написано-то это после всех тех событий. Ну что ж, очень может быть, потому что важно здесь не то, чтобы точно предсказать, а важно сказать о том, что вот те все события, которые ты, дорогой читатель, помнишь и знаешь, вот они, да, были, помнишь, вот такие, так это все было перед лицом Божьим. И в этой борьбе за величие не было Божьего смысла, и в участии мятежников не было Божьего смысла, а был смысл в том, чтобы хранить верность Богу, в том, чтобы люди эту верность Богу хранили. И говорится здесь также о том, что у этих царей на сердце будет коварство, и один из них там отправится с враждебным намерением против Святого Завета. Так здесь называют народ Божий. Обратите внимание, что это не этническая категория, а вероисповедная. Собственно, народ Божий это не потомки Авраама по крови, а участники Завета. Поэтому вот говорится о враждебном наверении против Святого Завета. И там некий царь, имеется в виду явно антиохопифан, озлобится на Святой Завет и прекратит жертвоприношение, осквернит святилище могущества и поставит мерзость запустения. Как мы уже говорили, мерзостью запустения называются идолы, любые, которым поклоняются в Доме Божьем. и прекратится жертвоприношение, и будет осквернено святилище могущества. Вот, собственно, именно так и пытался антиохопифан уничтожить, как это называется, достичь окончательного решения еврейского вопроса, уничтожать веру Израиля, а не, собственно, народ. И вот этот самый царь будет поступать по своему произволу, вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное. Вот, в конечном итоге, то, что в этом видении надо увидеть, да, простите за тавтологию, что вот тот, кто хочет возвеличиться выше всякого божества, вот этот царь, вот эта держава, в которой там власть одного человека, или держава как таковая, вот те, кто хотят возвеличиться выше любого божества, поэтому они совершенно не могут чтить единственного настоящего Бога, кто по-настоящему велик. Значит, вот эта вот тяга к величию, ну и, конечно, плюс еще к самообожествлению. Ну, когда самообожествлением, культом себя как божественных личностей занимаются безумцы, от безумца Антиоха или безумца Нерона до безумных диктаторов 20 века, оба были равнопараноике и равнобезумцы, и тоже, в общем, создали культы своих личностей, ну, да, это, конечно, безумие. Но, надо сказать, что вот это вот величание, самовозвеличивание, попытка поставить себя на место божества, это не только безумцам свойственно, это сопровождает вот всю вот эту вот человеческую историю, где власть, так или иначе, является некоторым суррогатом божьего царства, суррогатом, но при этом пытается навязать себе и подданным ощущение того, что это оригинал, а не суррогат. Понимаете, как дешевый маргарин, который корчит из себя вологодское масло. Это не одно и то же, но, тем не менее, вот в смирении отнестись к себе, это слишком трудная вещь. И очень, кстати, тоже поучительный рассказ, потому что в конечном итоге это вся вторая половина книги Даниила все время подчеркивает, что вот эти вот все любители величия, стремящиеся к нему, ничего, кроме страдания, гибели и разрушения, людям не несут. И ничего создать все равно не могут. и вот возвеличится выше всякого божества, возвеличит себя выше всех, и которые признают его, тем увеличат почести и войдет в Израиль и раскинет царские шатры между морем и Иерусалимом, между морем и горою преславного святилища. Но придет к своему концу и никто не поможет ему. Есть Бог, который вечный, всемогущий, всесильный, который сам может спасать. А есть все выдающее себя за Бога, которому ничто не поможет. Субтитры создавал DimaTorzok